Привет! Прошлая неделя особо не порадовала большим количеством анонсов, но они всё-таки были. Давайте разбираться! Самые обсуждаемые новости музыкального мира сейчас приходят из Германии, где в первый день фестиваля Rock Am Ring в толпу ударила молния. Пострадало на тот момент 42 человека, сейчас их число возросло до 80. После этого из-за непрекращающихся дождей встал вопрос об отмене фестиваля, и организаторы держались до последнего, но в воскресенье пришло известие о том, что третьего дня фестиваля не будет. Фестиваль Тбилиси Jam Fest, который должен был пройти 4 и 5 июня в Тбилиси, был сорван священнослужителями из соседней церкви, которые потребовали прекратить фестиваль из-за того, что рядом находилось кладбище, а звуки музыки доходили до церкви. Превышая на место полиция предотвратила физическое столкновение со священнослужителями, но на выступлении группы Ginger на фестивале погас свет. 21 октября на сцене столичного клуба Yota Space группа Naive отметит свое 28-летие, и билеты на этот концерт уже есть в продаже по 1200 рублей. Одна из самых известных рэп-команд России Кровосток 11 ноября даст концерт в столичном Yota Space, и билеты на этот концерт есть в продаже по 1000 рублей. Относительно недавно я делал пост в группу ВКонтакте в рубрику «Хочу концерт в Москве» с группой «Кислотный щелочной банан», и канал Black Milk TV, похоже, не очень правильно понял смысл этой рубрики, и организовал концерт этой группы 23 июня в питерском клубе МОД. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что «Кислотный щелочной банан» дают живые концерты. 3 июня новыми альбомами порадовали группы «Волбит» и «Хэл Е». «Волбит» можно в iTunes приобрести за 159 рублей, а «Хэл Е» за 149 рублей. Также новый альбом вышел у рэпера Мак Миллера, но по iTunes его почему-то нет, поэтому вполне возможно, что это был сейф. И традиционно давайте смотреть, куда же сходить на этой неделе. Маркер Амонс Блицкрик дает концерт в столичном Yota Space по 300 рублей. Американский электроник-пост-хардкорщики «Полисейд» дает концерт в столичном театре по 1500 рублей, и об этом концерте будем говорить в другой день и более подробно. Группа «Веспер Челос» выступит в 16 тонн по 500 рублей. Эта группа открывала один из дней празднования 25-летия тараканов, и они классные, я бы советовал вам на них сходить. Группа «Дюна» выступит в столичной Yota по 300 рублей. «Энимал Джаст» представит свой новый акустический альбом в 16 тонн по 1500 рублей. В Yota Space пройдет концерт рэпера Асайи в 1500 рублей. А в это время в «Вольте» будет выступать Линда по 1000 рублей. А в 16 тонн второй день подряд будут выступать «Энимал Джаст», на этот раз по случаю дня рождения Михалыча с программой «Зверские раритеты» в 1700 рублей. В московском Бруклине выступит группа «Смех» по 300 рублей. Также по 300 рублей группа «Обе-две» выступит в столичной Yota. В 16 тонн в это время будет выступать группа «Кирпичи» по 800 рублей. А в «Вольте» выступит группа «Катаклизм» по 1500 рублей. В Yota Space группа «Триада» даст концерт по 300 рублей, а по 900 рублей в «Вольте» выступит группа «Оргия правильника». И это все новости на сегодня, которые удалось найти. Я уверен, что что-то пропустил, поэтому анонсы, релизы или новости оставляйте в комментариях под этим видео. Я обязательно их прочитаю и, возможно, упомяну в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте об этом видео друзьям, родителям, знакомым. И оставайтесь на связи. Меня зовут Антон Павлов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok